Присоединение Австрии и разгром Чехословакии. Подготовка к отшлюсу. Вступление в Вену. Гитлер посещает Италию. Конрад Гейн Лейн. Йозеф Тиса. Драматические переговоры с Гахой. Вступление в Прагу. Большой погром 10 ноября 1938 года. 1938 год. Год привлечающейся тотальной мобилизации. Добавил мне работы. К этому времени я имел звание Оберрегирнстрата и Оберштурмфюрера СС. В соответствии со своими служебными обязанностями я уже в первые месяцы этого года должен был обобщать все разведывательные сообщения оппозиции Италии и соответствующим образом обрабатывать их для предоставления Гитлеру. Речь шла об аншлюсике Австрии, приближение которой становилось все более отчетливым. Крайне необходимо было тщательно изучить также настроение и вероятную реакцию в западных державах, прежде всего Англии. Гитлер лично с большим вниманием следил за сообщениями одного нашего высококвалифицированного доверенного лица в Англии, который он скрупулезно сравнивал с информацией германского посла в Лондоне Иохима фон Рибертропа. Необходимо было в частности продробно подкомментировать отставку тогдашнего министра иностранных дел Англии Антони Идона и позиции его преемника Лорда Галифакса. Как уже говорилось, были основания полагать, что Лорд Галифакс не окажет серьезного сопротивления в австрийском вопросе. Это обстоятельство оказало определенное влияние на решение Гитлера. Наша разведывательная работа в Австрии была не особо трудной. Информация поступала к нам таким широким потоком, что мы буквально были завалены материалом. Мы получали сведения отовсюду, из политических, промышленных и военных кругов. Кроме того, бесчисленное множество национал-социалистов, бежавших из Австрии, помогало нам установить необходимые контакты. Невыполнение известных обещаний, данных австрийским бундесканцлерам Куртом фон Шушникам Гитлеру на совещании 12 февраля 1938 года в озере Зальцберге, дало германскому правительству повод форсировать присоединение. Шушник согласился не прибегать к мерам, направленным против национал-социалистов. Но когда он вскоре после этого, 10 марта 1938 года, объявил о проведении национального референдума, назначив его на 13 марта 1938 года, объявил без участия в нем национал-социалистов, Гитлер не мог больше бездействовать, стремясь предупредить вторжение германского вермахта в Австрию, Шушник 2 марта 1938 года пошел на уступки. После этого австрийский адвокат, вождь национал-социалистического движения в Австрии, Зейс Инквард, взял на себя руководство правительства. В ночь на 12 марта 1938 года Гитлер отдал вермахту приказ о наступлении. Было бы преувеличением, употребляя слово вермахт, говорить о подлинной военной мощи Германии. В действительности силы, которые она располагала, были слишком слабыми для серьезных военных действий. Счастье в том, что немецкие солдаты встретили в Австрии место противления, а восторженный энтузиазм населения. Австрийский поход, как и через несколько лет поход в Венгрию, превратился в осыпаемое цветами праздничное шествие. Вечером 12 марта 1938 года я получил приказ вместе с Гиммлером вылететь в Вену. Нас сопровождали части роты СС и члены так называемого Австрийского легиона, сформированного в Германии. Мы вылетели с берлинского аэродрома Хемпельхофф в середине ночи на двух самолетах. Машины были перегружены до отказа. Гитлер, беседуя со мной, оперся спиной о заднюю входную дверцу самолета. И тут я заметил, что предохранительный рычаг не был поднят. В любое мгновение дверь под напором тела могла открыться. Я не забуду гнева, изменившего лицо Гиммлера, когда я схватил его за пуговицу, серые походные шинели и оттащив от двери. Узнав от опасности, угрожающей ему, он сказал примирительно. При случае я возьму реванш. В Венео встретил государственный секретарь Кеплер, которому было поручено подготовить вместе с будущим рейхштангальцером и рейхминистром Зейс Инквартом политическую форму аншлюса. На основе его подробного доклада о политическом положении ранним утром 13 марта 1938 года аншлюс получил официальное утверждение. Утром того же дня правительство Зейс Инкварта уже приняло соответствующее решение. Парламент гудел, как пчелиный гулей. Заседание шло за заседанием. А в колуарах уже полным ходом шел дележ вакансий в правительственном аппарате. На огромной площади перезнания парламента собрались тысячи людей. Обязанности по поддержанию порядка взяли на себя австрийские отряды штурмовиков и эсэсовцев. Тем временем президент Миклас и министр полиции Скубель, почти незамеченные толпой, покинули здание правительства. Сначала мне почти не о чем было делать. Мимоходом меня заметил Эрнст Кальтербрунер, бывший тогда фюрером австрийских эсэс. А после аншлюса назначенный государственным секретарем государственной безопасности, относящийся очень серьезно к своему новому назначению. Я должен был сопровождать его на Терезиенгасе, где он выступил перед высшим руководством австрийского министерства полиции с напыщенной речью. Тем временем в дело вступил и Гейдрих, давший мне следующее задание – арестовать министра полиции Скубера и завладеть документами и бумагами тогдашнего руководителя статистического отдела Абвера австрийского генерального штаба полковника Ронбе. Первый приказ я выполнил с большой неохотой, так как не испытывал к Скубелю небольшой антипатии. Возлея я приложил усилия к его освобождению и добился того, что ему позволили жить в кассере как частному лицу и дали приличную пенсию. При просмотре документов полковника Ронге мы не встретили никаких затруднений, однако для получения интересных результатов пришлось прибегнуть к помощи дешифровальщиков. Несколько неделями позже мне поручили изучить все материалы процесса 1934 года против убийц федерального канцлера Австрии Энгельберта Дольфуса. Эти дела получили в Верховном суде Австрии название «Процесс против Хольцвебера», «Планета» и других победений в убийстве. Из протокола суда мне стало видно, что в деле содержится крайне противоречивое высказывание как со стороны обвинения и защиты, так и со стороны самих обвиняемых. Приговор был вынесен большей частью на основе косвенных улик. Изучив материалы дела, я пришел к тому же убеждению, что обвиняемые на самом деле были виновны в убийстве Дольфуса, однако из документов не следовало, что план убийства разрабатывался Рейхом. Это преступление было совершено по собственной инициативе австрийскими национал-социалистами. Во время пребывания Гитлера в Вене мне поручили в течение 12 часов взять на себя руководство по обеспечению меры его безопасности. Это задание было очень трудно выполнить, так как Гитлер во время своих поездок по городу постоянно был окружен многотысячной ликующей толпой. Как назло, как раз в это время произошел пожар, немало взволновавший меня. В моем служебном помещении на карте города отмечались места, где Гитлер проезжал в данный момент. Об этом нам сообщали по телефону. В середине дня нам внезапно позвонили из 8-го полицейского участка и сообщили, что у моста, через который через несколько минут проследует Гитлер, арестованы три подозрительных человека. Они уже признали, что собирались поджечь заложенную под мост взрывчатку. От меня ждали указаний, не следует ли изменить направление маршрута Гитлера. Поскольку я знал характер Гитлера, которого любые изменения утвержденной программы раздражали, и в то же время я брал на себя большую ответственность, если бы не придал значения такому предупреждению. Я, мол, неносно подсчитал, сколько времени потребуется мне, чтобы добраться до указанного места. До прибытия Гитлера туда оставалось около 8 минут. Через 4 минуты я уже был на мосту и осмотрел взрывчатку, которая еще не была обезврежена. Хотя это было очень рискованным решением. Вполне могло случиться, что взрывное устройство уже приведено в действие из какого-нибудь отдаленного места. Я все же решил не изменять программу поездки Гитлера. С днетущим чувством я смотрел, как Гитлер проезжает по мосту, и облегченно вздохнул, когда увидел, что кортеж проехал. До окончания дежурства мне еще раз пришлось поволноваться. Один австрийец, вооруженный охотничьим ружьем с оптическим прицелом, начал прицеливаться из окна в направлении маршрута проезда Гитлера. Прежде чем ему удалось проверить надежность своей позиции, мы арестовали его. Вечером я с облегчением сложил с себя эти обременительные обязанности. В середине апреля 1938 года я получил приказ вылететь вместе с Мюллером в Рим, чтобы совместно с итальянской полицией разработать мероприятие по безопасности предстоящего визита Гитлера в Италию. Гитлер хотел показать всему миру, что его дружба с Дучи ни в коей мере не обращила присоединение Австрии. Итальянская полиция уже провела кропотливую подготовительную работу. В Риме и Яполе, где ожидалось наибольшее скопление народа, тротуары были огорожены цементированными деревянными столбами и железными цепями, мера, которая ввиду темперамента южного населения, отнюдь не была излишней, как оказалось позднее. Я состоял дополнительную программу по безопасности, для осуществления которой в мое распоряжение были предоставлены 80 опытнейших сотрудников у поголовной полиции Германии. Часть из них была расставлена вдоль улиц, по которым проезжал Гитлер, часть, смешавшись с гостями, присутствовала на банкете в Риме, Яполе и Флоренции. Наши сотрудники особо тщательно следили и охраняли дома, расположенные на улицах, по которым должен был проехать Гитлер, а итальянцы потребовали от владельцев домов письменного подтверждения своей ответственности за поведение жильцов во время проезда Гитлера. Вдоль трассы движения предполагалось установить немецкие телефонные посты, расположенные на расстоянии, позволяющие им видеть друг друга, так что в любой помехе сразу же становилось известно в центральном пути наблюдения, разместившемся в отеле Риале. Кроме того, итальянская полиция в целях предосторожности арестовала около 6 тысяч более или менее подозрительных лиц и установила усиленный пограничный паспортный контроль. Своё пребывание в Италии я использовал и для того, чтобы получить как можно более обширную информацию о настроениях итальянского народа. Для этой цели я подыскал около 500 сотрудников нашей разведки, знающих язык, которые под видом безобидных туристов должны были отправиться в Италию. По договоренности с различным туристическим бюро, часть которых также сотрудничала с разведкой, это агенты на поездах, самолетах или кораблях переправлялись из Германии и Франции в Италию. При этом я использовал русскую систему «Троек», при которой около 170 групп из трёх человек должны были выполнять одинаковые задания в разных местах, ничего не зная друг о друге. В результате мне удалось получить великолепную информацию о подводных течениях и настроениях населения в фашистской Германии. Визирь Гитлера в Италию протекал без серьёзных происшествий. Для встречи гостей Вия Триумфалис была ярко освещена прожекторами, колизей расцвечен яркими красками. Со стороны итальянцев было сделано всё, чтобы продемонстрировать фашистскую дисциплину, боеспособность итальянских вооружённых сил, роскошь и силу традиций. В четырёхместном открытом автомобиле Гитлер и сопровождающие его лица проследовали по коридору, образованному ликвающими толпами людей. Во время этой Триумфальной поездки мне внезапно позвонили по телефону. Оказалось, толпа прорвала заграждения, и Гитлер вместе с Муссолини исчезли в гуще народа. Произошло следующее. Вопреки программе, оба они вышли из машин возле одного из древнейших фонтанов Рима, чтобы осмотреть сооружение, и в этот момент их захлестнул водоворот толпы. Потребовалось большое количество карабинеров и немало времени, чтобы вызвали Гитлера и Муссолини. Столь же забавное происшествие, связанное с нарушением программы, случилось несколько позже в Неаполе. Гитлер уже переоделся для торжественного представления в опере Сан-Карло, и только теперь группа протокола сообщила, что перед этим ему необходимо вместе с итальянским королем пройти вдоль строя почетного караула. Времени для переодевания не оставалось. В результате можно было наблюдать картину. Для Гитлера крайне неприятную, а для зрителей весьма забавную. Как король в парадной форме и Гитлер возле него во фраке явились на парад. После этого начальник протокольного отдела Министерства иностранных дел Германии по приказу Гитлера был незамедлительно снят со своего поста. Когда Гитлер покинул Италию, люди, знавшие истинное положение дел, были убеждены, что военный этап, пакт между Италией и Германией, к которому Гитлер стремился, назрел. 5 ноября 1938 года Гитлер заявил трем главнокомандующим родами войск вермахта фон Фричу, Геллингу и адмиралу Редеру, а также военному министру фон Бломбергу, что настало время дать немецкому народу больше жизненного пространства в случае необходимости путем насилия. «Предстоит разделаться не только с Австрией, сказал он, но и с Чехословакией». Фрич и Бломберг указывали на рискованность такого предприятия, которое могло бы побудить Англию и Францию выступить против Германии.